Доброе утро, любимые летние Ульяновска и вся Ульяновская область. На телеканалах репортер 73 ОТР настало наше время. Да, на календаре 21 июня. Сегодня отмечается День кинологических подразделений МВД России. В общегосударственных документах этот праздник не прописан, но он упомянут в разных приказах силовых ведомств, где имеются кинологические подразделения. Плюс к торжеству присоединяются гражданские организации. Немного из истории праздника. Зародился в МВД, но со временем стал отмечаться всеми специалистами по работе с собаками. И хотя четвероногие жили с людьми с древнейших времен, первые официальные структуры появились относительно недавно. Рассказ об истории Дня кинолога начнем с событий начала 20 века. 1996 год. Место действия Санкт-Петербург. Начальник соснового отдела полиции Виктор Лебедев приказывает использовать собак для служебных задач. Эту идею он подсмотрел во время рабочей поездки в Бельгию, где побывал на полицейской псарме. К этому моменту в Европе уже несколько десятилетий применяли труд собак не только для охраны и охоты, но и в санслужбах, почте и также войск связи. Но именно в правоохранительной деятельности прецедентов было не так много, поэтому Российская империя оказалась среди первопроходцев. Однако для даты праздника было выбрано иное событие. 21 июня 1909 год в Санкт-Петербурге был открыт первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. Кстати, самым знаменитым выпускником этой школы стал легендарный доберман Треф, на счету которого не только сотни раскрытых преступлений, но и участие в учебных фильмах, посвященных работе полицейских собак. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений. Позже праздник стал отмечать и гражданские специалисты, и сотрудники прочих ведомств. Так в календаре появился День кинолога. А в нашей студии чудесные цветочные композиции благодаря партнеру программы салона «Цветы и штучки». Для вас сегодня работаем мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. Начинаем. Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Утро с репортером неизменно доброе и полезное. В Роспотребнадзоре, кстати, дали совет, как избавиться от антибиотиков в продуктах. Снизить содержание антибиотиков в продуктах поможет термическая обработка. Да, специалисты также рекомендуют покупать продукты у крупных производителей, которые ведут мониторинг содержания в них лекарственных препаратов, заботясь о своей репутации. В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что в допустимых пределах антибиотики могут содержаться в еде. Главное, чтобы не было превышения их нормы. Потребление таких продуктов может вести к накоплению лекарств в организме, вызывать аллергию, вырабатывать устойчивость болезнетворных бактерий к ним и в будущем помешать лечению инфекцией. Обычно в еде встречаются антибиотики из группы пенициллинов, к которым относятся аминопенициллины и цефалоспорины и также другие. Много препаратов тетрациклинного ряда. Антибиотики, как правило, содержатся в молоке и молочных продуктах, мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки. Превышение их содержания чаще всего выявляется в продуктах северокавказского, сибирского и дальневосточного федеральных округов. Это может быть связано с тем, что там антибиотики в сельском хозяйстве используют более активно, а также с улучшением тестирования продуктов. Пока что точную причину назвать нельзя, говорят эксперты. А эфир продолжит рубрика «ЗОЖ». Доброе утро, дорогие ульяновцы. Меня зовут Станислав Кислов. Я священник Барышской епархии. Являюсь членом городской федерации самбо. И сегодня я покажу вам несколько упражнений, акцентированных, которые мы делаем в разминке, именно подходя к борьбе. Начнем с самого простого упражнения, самого основного, которое можно повторить, в принципе, с любой палкой. Но если у вас есть гриф от штаммня, то будет вообще отлично. Самое главное – это размять поясничный корпус, потому что гибкость поясницы – это залог того, что вы не травмируетесь и хорошо сможете провести любой прием. Упражнение очень простое. Просто делаем вращательные движения в одну и в вторую сторону. По 10 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – оно на скорость, на взрыв рук. Потому что, когда мы боремся, нужно побыстрее выйти в удобную позицию, взять захват. И чтобы руки были быстрыми, нужно развивать специальные мышцы. Для этого берем палку или гриф с утяжелением, если вы уже занимаетесь, имеете опыт в спортивных тренировках. И делаем такие упражнения. Выбрасываем гриф вперед и вверх, и одновременно упрыгиваем. 20-30 раз. У кого как позволяет выносливый. Следующее упражнение – на разминку плечей. Плечи, очень важно, они должны быть выносливыми и сильными, когда мы боремся. Упражнение тоже простое. Можно выполнять с блином или с подручными средствами. То есть с камнем, либо налить какую-то 5-литровую бутылку с водой и делать такие упражнения. Чем короче амплитуда вращений, тем больше нагружаются у вас плечи. 10-15 раз в каждую сторону. Ну и следующее упражнение, оно тоже на взрыв, на скорость и на выносливость. Оно можно также выполнять с какими-то камнями, с подручными средствами. У нас гиря – 16 кг. Встаете в исходное положение и выбрасываете вверх. Также 10-15 раз на каждую руку. На этом наша разминка закончена. Занимайтесь спортом, дорогие друзья. Веруйте в Бога. С вами был Ирей Станиславский Слов. Пусть Господь помогает всем нам. На треть построен. Техническая готовность детского инфекционного корпуса в Ульяновске составляет 30%. Новые здания возведут по соседству с центральной городской клинической больницей в Заволжье благодаря национальному проекту здравоохранения. Сейчас заканчивается нулевой цикл. Это фундамент и подвальная часть будущего корпуса. Затем будет монолитный каркас. Общая площадь пятиэтажного здания – 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут отдельные инфекционные боксы на 36 мест, а второй и третий этаж – палаты на 64 места. Сдать объекты должны до 1 ноября 2023 года. Его строительство обойдется в более чем полтора миллиарда рублей областных и федеральных средств. Еще на 1 миллиард закупит мебель и медицинское оборудование. Шаг к укреплению и развитию связей. Ульяновская область заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан. Торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное взаимодействия внесут в план совместных мероприятий на ближайшие два года. Так, с соседней республикой возможно сотрудничество по производству сырья для композитных компонентов в сфере авиации. Также Алексей Русских обсудил с Рустамом Менихановым предложение по организации речных перевозок между Ульяновскому и Казани. После официальной части лидеры двух регионов присоединились к всероссийскому Сабантую. Ярко, зрелищно, весело и с федеральным размахом. Сабантуй-2022 собрал 60 тысяч гостей. Спортсмены и творческие коллективы прибыли из 52 регионов страны. Это четвертый федеральный Сабантуй для нашего региона, где проживает более 150 тысяч татар. Хотел бы пожелать каждому из вас приятного, хорошего дня, хороших впечатлений, хороших друзей. И еще раз поблагодарить тех людей, которые сегодня сделали этот праздник. Бигзу Рахмат, большое спасибо. Мы очень многонациональная страна. В наших жилах, в венах текут очень много разных кровей, которые смешаны. И в этом смысле можно сказать, что мы очень, может быть, самая такая толерантная нация. Ну, все родные, все родные. Вот как в семье живут. И здесь мы не разделяемся мы на татар, на русских, на чуваш. Самое главное вот это. Мы вместе всегда. На огромной территории обновленного ипподрома разместились детский, гостевой и молодежный майдан. Десятки творческих и спортивных площадок. Национальные подворья. А это традиционное татарское подворье. Вот центральные ворота, украшенные национальным орнаментом, узором. А здесь, около избы, сидит Бабай и Апа. Ну, Бабай что-то там поет. Конечно, развлекает, играет на гармошке. Ему подпевает Апа. Да, рядом что-то вышивают. Ну, пойдемте дальше. Здесь есть, конечно же, традиционная банька. Она чуть дальше. И здесь разместился сарай, в котором, кстати, гости из Дежнекамска привезли даже корову и маленьких котлят. Котык. Вот традиционный, из молока. Киска. Ну, как? Соквашка. Простокваша на русском языке. Вкусная. После праздника обновленная инфраструктура послужит городу. На территории подрома создадут детскую конно-спортивную школу. Я уверен, что все жители, которые живут рядом и с другого берега Волги, уверен, что будут посещать это место. Тем более, мы интегрировали его с парком Победы. Одна из самых зрелищных площадок Сабантуя – состязание по национальной борьбе Корэш. За победу боролись около сотни сильнейших спортсменов из 16 регионов России. Абсолютным батыром стал спортсмен из Димитровграда Сергей Павлик. Эстафету Сабантуя приняла Кемеровская область. Туда, прямо с Ульяновского ипподрома, отправился крылатый конь Тулпар-Ад. Приглашаю всех в гости к нам в Кузбасс. Будем всем рады. Екатерина Терещенкова, Алексей Юферев, репортер 73. Ну, какое же утро, Андрей, без новостей из рубрики «Это интересно». Итак, на Чукотке слепили июньского снеговика. Жители национального чукотского села Нутопельмен в Иульцком районе Чукотского автономного округа в середине июня смогли слепить небольшого снеговика. Его фото разместили в интернете. Ничего необычного. Просто июньский снеговик подписал снимок автор публикации. Накануне в Нутопельмене, а также в соседнем селе Коннергено, был сильный снегопад. Фотографиями заснеженных улиц поделился в сети губернатор Чукотки. Ночью в населенных пунктах столбики термометров не поднимались выше нуля. К утру температура ушла в небольшой плюс. Продолжим эфир рубрикой «Это интересно». Около сотни участников из Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Страйкбольный турнир памяти Евгения Родионова объединил школьников, рабочих, руководителей, военных, бизнесменов и даже служителей церкви. Участвуем в память нашего героя, воина духа Евгения Родионова, нашего земляка. Все мы тут практически с Поволжья. Ну, страйкбол – это, во-первых, встреча друзей, поэтому привезли детей, подрастающее поколение, чтобы в каких-то жизненных ситуациях неординарных могли бы проводить здраво-четкий анализ и принимать верные решения. Страйкбол – не только увлекательная игра, она еще и до предела реалистична. Потому здесь необходимо максимально соблюдать технику безопасности. Инструктаж для новичков, а их было около треть от всех участников, очень подробный и жесткий. У нас в этой игре не было никаких проблем, чтобы никто не провалился, кто-то шаром в ухо не вслопотал. Очки. Все, игра началась. Вы заходите в зону, очки вы не снимаете, потели у вас там они, вы не снимаете, потому что шар, вылет шара очень большой, глаз попал, глаз вытек. Понятно, да, техника безопасности элементарная. Я надеюсь, что эта игра пройдет в теплой дружеской обстановке. Во-первых, все знают правила. Играют себе не первый раз. Если кто-то из новичков, особенно молодежь, я, пожалуйста, прошу стариков быть более гуманными. Участников разделили на две команды. Зеленые обороняются, синие штурмуют. Название групп соответствующей экипировке. Зеленые – это войска Российской Федерации, синие – Бармалеи. Перед стартом игры им дали 30 минут на знакомство и построение стратегии. Полигон – пять относительно целых зданий заброшенной кузнецкой тюрьмы. Пока зеленые, а в их состав вошли все представители клуба «Пересвет» и расставляли посты обороны, синие, состоящие из опытных бойцов, планировали штурм зданий. Задача Бармалеев – пронести условную бомбу и взорвать ее в каждом строении. Бомбу коварные Бармалеи замаскировали под обычный вещмешок. Все пять часов, отведенные на игру, чаша весов, удача склонялась то в одну, то в другую сторону. Троих снял. Четырых. Слечал комнату. Синим удалось захватить и взорвать три здания, но сил на последний штурм уже не хватило. В результате организаторы объявили дружескую ничью. Зеленые все-таки смогли, так сказать, два здания оставить за собой. Синие. Победили, конечно, по количеству зданий взорванных. Ну, так-то, в принципе, каждый при своем. Участникам вручили памятные магниты турнира и иконы покровителей русских воинов. После награждения – обмен эмоциями и впечатлениями за совместным ужином. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». За границей не закрыта. Вопреки чайни многих европейских и американских политиков, Россия уверенно продолжает внешнеэкономическое развитие. Практически в каждом регионе страны присутствуют проекты с иностранными компаниями. Как пример – Ульяновская область. Наша делегация провела плодотворные переговоры с коллегами из Ирана, Республики Беларусь и Вьетнама на предмет создания совместных производств и выстраивания новых логистических цепочек. Не отстают в этом и российские компании, например, занимающиеся вопросами альтернативной энергетики. Я надеюсь, что нам удастся в свое время реализовать этот проект. Сейчас мы начинаем ветромониторинг. То есть это процесс, который как раз и позволяет нам определиться, вот как совершенно верно господин Геннадий сказал, что в условиях санкционного давления какие-то поставщики оборудования приходят, какие-то уходят. У нас, слава богу, так получилось, что есть вот этот период для того, чтобы спокойно определиться, с кем же мы будем работать. Действительно, пока одни бизнес-проекты прогибаются под амбиции своих политиков, другие заходят на российский рынок. Наша страна – один из ведущих мировых поставщиков нефти, газа и угля. При этом мы понимаем все перспективы зеленой энергетики. У нас на территории уже действует в Кулианской области два ветропарка. Сейчас мы специальные соглашения создали. Еще одного ветропарка, мощностью более 100 мегаватт, что у нас планируется. За этим в числе, поэтому не останавливаемся мы идем вперед. О необходимости поступательного движения вперед на форуме говорил и Владимир Путин. Президент отметил неотделимость России от мировой экономики и важность консолидации с дружественными нам странами. Что касается внутренних процессов, то здесь серьезную роль играет государственная поддержка. Действенные механизмы есть и постоянно возникают новые. Активно используется такой новый инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Они выдаются на 15 лет по ставке 3%. Уже говорил, что спрос на них оказался гораздо выше, чем мы изначально планировали. У регионов много проработанных, перспективных проектов. Нельзя откладывать их в запуск. Мы еще подумаем, что с этой мерой поддержки делать. Вчера, прямо вечером, еще дискутировали на этот счет. Но, во всяком случае, сейчас только констатирую, что этот инструмент работает надежно. Благодаря переоценке подходов, правительство, сформированный Алексеем Русских, активно использует предложенные механизмы, считая их крайне выгодными. И еще о выгоде и консолидации регионы ПФО на форуме договорились о более глубокой и форсированной интеграции в промышленности, сельском хозяйстве, науке. Заключен ряд соглашений, в частности, между Ульяновской и Самарской областями. Межрегиональное сотрудничество дает нам новый потенциал роста, открывает новые возможности. И мы с коллегами сейчас работаем на программах замещения, выстраивая новых логистических цепочек, новых партнеров. Эти соглашения будут способствовать решению этой задачи. Экономическая агрессия и санкционное удушение, обрушенные коллективным Западом на Россию, не должны добиться успеха. Именно для этого сегодня объединяются усилия разных производств, в частности, и целых областей и республик в общем. В этой ситуации очень важно, и, на мой взгляд, очень хороший пример сегодняшних подписаний соглашений. Это, я думаю, поможет и региону в решении проблем. И самое главное, что люди увидят результаты. Особенно внимание нужно уделить именно сплочению регионов, поисков, партнерства между ними. Не надо смотреть за границу, как раньше, надо посмотреть внутрь себя. Двести врачей и восемьсот сотрудников среднего звена на сто сорок тысяч человек. Все разумные пределы и нормативы нарушались в дальнем засвяжье много лет подряд. И ситуация оказалась безвыходной. Неоднократные попытки построить новое здание или приспособить под нужды поликлиники какой-нибудь из уже существующих заканчивались ничем. Максимум, что удалось, устроить в четвертый поэтапный капремонт с параллельным обновлением медоборудования. Сегодня здесь уже есть видеоколоноскоп, бронхоскоп, флюорографический аппарат, спирогров. В этом году ожидается поставка маммографического аппарата, эндоскопической системы, аппаратов УЗИ и суточного мониторирования артериального давления. Новое оборудование позволяет значительно повысить качество медицинских исследований и снизить время их ожидания. Мы направляли в другие поликлиники, либо была достаточно большая очередь, очередность на те или иные виды исследований. Сейчас у нас практически очереди нет. Мы разгружаем, и все диагностические кабинеты работают в две смены как минимум. Часть мы стараемся, вот диспансеризацию, например, проводить в субботние дни, когда меньше приходит народу на прием. И это тоже люди оценили, это нормально. Областные и городские депутаты собрали более 5000 обращений от местных жителей и консолидированно передали их в вышестоящие органы власти. Федеральный центр откликнулся. Проект строительства поддержали депутаты Государственной Думы. Алексей Русских отметил, что практику лоббирования инфраструктурных кредитов необходимо продолжить, а для подтверждения серьезности намерений затягивать вопрос со строительством поликлиники Нашигаева не стоит. А когда все-таки уходят, то вспоминают доктора Коллегина добрым словом и оставляют благодарственные отзывы на специализированных сайтах. По версии одного из них, от Арины Ларинголог, Ульяновской областной больницы Евгений Коллегин, лауреат народного рейтинга, практикует 9 лет, консультирует и оперирует, а еще обучает будущих коллег. Я даже студентам с вами говорю, секрет успеха, он всего лишь один. Относись к пациенту так, как будто перед тобой сидит твой близкий человек. Это может быть матушка, это может быть там сестра, брат или еще кто-то. И все на этом, больше ничего не надо. Профессиональный подход отмечен ежегодной областной премией «Призвание-2022». Да, сегодня меня награждают. Я так волнительно всегда отношусь к таким вещам. Втихую так забрать и уйти. Втихую не получится. Все официально торжественно. В День медика, при полном зале и под благодарные аплодисменты. А вот у акушера-гинеколога с 55-летним стажем Нины Кан двойное торжество. Удостоилась премии в номинации «За доброе отношение к матери и ребенку» прямо в собственный день рождения. Нужно очень любить свою профессию, любить людей. Испомнилась мечта моя с детства. Я хотела быть только доктором и только акушерным гинекологом. Почетные звания, благодарственные письма и грамоты. И все это в постковидный период. Подходящее время, чтобы вспомнить и оценить. Почти 4 тысячи докторов, 11,5 тысяч представителей среднего звена и 8,5 тысяч младшего персонала. А вместе реальная сила, способная менять медицинскую реальность и меняться вместе с ней. Особенно при наличии материальных бонусов. Яркое подтверждение этого – финансирование отрасли, которая в 2021 году составит более 13 миллиардов рублей. На эти средства мы продолжаем модернизацию лечебных учреждений. Также регион возьмет курс на развитие первичного звена, комплексную реабилитацию пациентов и решение злободневного кадрового вопроса. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. Собственный закон о тишине Ульяновской области приняла в 2011 году. За 11 лет неоднократно предлагались правки по увеличению с тихих часов и денежных штрафов за нарушения. В этом году вновь вернулись к теме. Сейчас шуметь нельзя с 23 до 7 часов в будние и до 9 часов в выходные. Новшество предлагает продлить отдых выходного дня до 10 утра, а вечерний порог тишины установить на 22.00. Изменения в закон уже поступили на рассмотрение, но действующие нормы, по всей видимости, неизвестны многим жителям города, разрывающим вечер запредельными децибелами. Главное сегодня заставить его работать в полном объеме, потому что и в действующих рамках с 11 до 7 вечера, то есть с 23 часов, он, к сожалению, не работает. В этом законе сейчас дополнительно, я буду однозначно это предлагать, прописать ответственность и посмотреть, как тот закон, который сегодня есть, реально исполняет. Специалисты отмечают, после отмены коронавирусных ограничений число нарушений закона о тишине сразу же вернулось к цифрам доковидных лет. Всего за 5 месяцев текущего года по статье нарушения требований в сфере обеспечения покоя граждан и тишины Кодекса об административных правонарушениях Ульяновской области сотрудниками полиции составлено 460 административных протоколов, которые впоследствии были направлены в судебные органы для рассмотрения по существу. Шумные квартиры, дворы и заколуки, где собираются нарушители завсегдатые, хорошо известны и полиции, и соседям, обрывающим телефоны диспетчерской. Охладить пыл разбушевавшихся и расшумевшихся можно, главное проявить настойчивость. Граждане вызывают полицию, а полиция приезжает, пишется заявление, то, соответственно, на основании этого заявления принимаются меры, то есть составляется протокол, который направляется потом в суд, и суд уже принимает решение. И такие судебные решения действительно есть, то есть привлекались к административной ответственности, и поэтому многое зависит от действия именно граждан. Наказать же нарушителей спокойствие получится только в том случае, если есть соответствующее заявление в полицию. Аргумент в пользу того, чтобы все-таки его написать? Шум негативно влияет на здоровье, а приемлемый диапазон невелик – днем до 55 и ночью до 40 дБ. Звуки современной техники зачастую выходят за рамки этих величин. Выше допустимого – работа электроинструмента и езда машин на автостраде. При воздействии шума более 70 дБ, в длительном воздействии шума, возникают нарушения слуха, в связи с чем поражаются внутренние ухо, наружные волосковые клетки. В результате пациент теряет слух и возникает у него такое неприятное состояние, как шум в ушах. Здоровье закон о тишине вряд ли восстановит. Панацеей от шумных соседей тоже не станет. Однако времени на отдых станет больше. Примут ли в этот раз поправки – пока говорить рано. Будет ли он работать – зависит от каждого из нас. Александр Злобин, Олег Тимонин, репортер 73. Областная библиотека имени Ивана Гончарова. Она у нас находится на улице Кирова. И памятный знак, который у нас находится на улице Гончарова, который назван в честь Ивана Александровича Гончарова. Виртуальное путешествие по гончаровским местам. Наш город хранит память о выдающемся земляке в своей топонимике. И не только. Традиционно в день рождения Ивана Александровича на его малой родине чествуют молодых специалистов, хранителей культуры и памяти народа. За лучшие воплощенные идеи – обломовское яблоко. Выставочный проект «Этнографический калейдоскоп», где мы сделали большую выставку, посвященную народам по Волжи. В этом году выиграли проект «Будем реализовывать осенью симбирские ткачи». То есть возрождает старинное забытое ремесло ткачества. И тоже учить этому наше подрастающее поколение. Не дают кануть в лету традициям прошлого, сохраняют и дают новую жизнь. Символично. Гончаров сам почти фотографически увековечил на своих страницах быт и уклад своего времени, которые, как подмечают исследователи творчества, будут интересны еще многим поколениям, как зеркало современности. Еще в этом году отмечается 170-летие со дня выхода в кругосветное путешествие военного парусского судна «Фрегат Паллада». И 165 лет со дня первого публичного прочтения романа «Обломов». Странствия, которыми грезил Гончаров с детства, легли на странице романа, названного в честь прославленного фрегата. Стереотипу вопреки роман-путешествие не скучное чтение для взрослых, а вполне познавательное знакомство с миром для юных, чему поспособствует тревел-энциклопедия с иллюстрациями Юлии Узрютовой. Конечно, формат претерпел изменения, но первая встреча с классикой сулит быть захватывающей. Здесь сохранена весь маршрут путешествия Ивана Санча-Бончарова, все основные главы, но выбранные из этих глав, из этого маршрута самые интересные. Путевые записки, ставшие романом, вдохновляют и сегодня, чему подтверждение фото-выставка лауреата Гончаровской премии 2008 года Вадима Арефьева. Вадим Александрович Арефьев повторил кругосветное путешествие Ивана Александровича Гончарова. Но если Гончаров путешествовал на фрегате «Паллада», то Вадим Александрович на барке «Крузенштерн». Путешествие Гончарова длилось два с половиной года, а вот путешествие Вадима Александровича четыре месяца. Имя Гончарова, бренд Ульяновска, не меньше, чем имя Ленина. Символ своей эпохи, давший начало многим процессам в современном мире, вдохновляющий на творческий поиск и открытие. Вера Мещерякова, Анна Чайникова, Олег Тимонин, репортер 73. Вера Мещерякова, Олег Тимонин, репортер 73. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Суперцены в «Светофоре». Свинина на кости охлажденная, 179,90 за килограмм. Масло сливочное крестьянское, 500 грамм, 128,70. Во всех магазинах «Светофор», «Ульяновская», «Инзебрыша», «Кузоватова», «Чердаклот» и «Димитровграда». Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. По данным сайта «Гесметио», 21 июня в Ульяновске переменная облачность. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 10-14 градусов, днем плюс 13-17. В городе температура воздуха ночью 11-13 выше нуля, днем от 14 до 16 градусов со знаком плюс. Ветер западный с переходом в северный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Ульяновске разработают проект набережной Севияги от сквера «Новое поколение» до железнодорожного моста. Сквер «Новое поколение» благоустраивают благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализуется уже третий этап преобразований. К началу июля у жителей микрорайона должно появляться еще одно комфортное место для отдыха. Сейчас полным ходом идут строительные земляные работы по расширению общественного пространства, объединяющего зоны отдыха у реки Севияги и сам сквер. Согласно проекту, вдоль имеющейся прогулочной дорожки планируется установка дополнительных дорожек, торшерного освещения, также скамеек с урнами. В ближайшее время запланирована установка малых архитектурных форм. Следующим этапом планируют благоустроить комфортное место для отдыха, подготовить проект по строительству набережной вдоль реки Севияги от сквера «Новое поколение» до железнодорожного моста. В этом году ульяновцы празднуют целых три юбилея, связанных с фигурой нашего земляка, выдающегося русского писателя. 210 лет со дня рождения Ивана Гончарова, 40 лет как открылся музей его имени и 10 лет работы историкой Мемориального центра музея. В честь этих событий в Ульяновске заработала выставка «Новая жизнь музея» 10 лет после открытия. В 2012 году родной дом Ивана Гончарова был доверен музею. С тех пор началась активная деятельность последнего не только внутри страны, но и на международном уровне. Эта выставка является презентацией той огромной, так скажу не очень скромной, но совершенно справедливой, огромной работы, которая была проделана в нашем музее за эти 10 лет. Гончаров – вечный писатель. Неудивительно, что тематика его романа вдохновляет талантливых иллюстраторов. Одним из них был Петр Пинкисевич. Его работы – 27 иллюстраций ко всем частям знаменитой неформальной трилогии писателя. Родственник художника, которому досталась его мастерская, разбирая работы в мастерской, обнаружил эти иллюстрации. И, зная о музее, который уже сегодня звучит по всей России, он решил передать эти иллюстрации музею. На выставке представлены самые разнообразные экспонаты от дамского веера XIX века до уголка интерактивного спектакля по мотивам гончаровского фрегата «Паллада». От издания эксклюзивных книг до портретов писателя и портретов его возлюбленной Елизаветы Толстой. Впечатление положительное. И положительное тем, что видно, что музей живет, музей развивается, музей становится точкой притяжения, и в том числе точкой притяжения молодежи. Музей открыт для новых гостей, желающих приблизиться к Ивану Гончарову, коснуться целой эпохи, в которой он жил. Выставка продолжит работать до 31 июля. Евгений Луковкин, Анастасия Краснова, Сергей Рябухин, репортер 73. В Китае археологи, проводящие раскопки на руинах древнего города, объявили о новых ошеломивших их находках. В частности, исследовательская миссия раскопала сокровищницу изысканных изделий из бронзы, золота и нефрита. Новые находки были сделаны в Сан-Си-Дуэ, недавно обнаруженном городе, который предположительно являлся столицей одного из древнейших государств на территории Китая. Руины находятся в провинции Сычуань, на юго-западе страны. Раскопки там стартовали в 2020 году. Ранее здесь были найдены тысячи удивительных артефактов, включая гигантские золотые маски. Предыдущие находки явно указывали на то, что где-то здесь должна находиться сокровищница. И вот теперь она найдена. Археологи действительно раскопали сокровищницу изысканных изделий из бронзы, золота и нефрита. Причем, как уверяют эксперты, не менее 10 изделий из бронзы оказались уникальными. Подобные артефакты обнаружены впервые. Например, наиболее интересным с точки зрения науки артефактом стала бронзовая шкатулка, внутри которой находится нефритовый сосуд. Она украшена ручками в виде голов драконов и несколькими бронзовыми лентами. Анализ микроисследования показал, что шкатулка в древности была обернута шелком. Да, бывает же такое. Ну, не будем, и, кстати, не будет преувеличением сказать, что этот артефакт является единственным в своем роде, учитывая его отличительную форму, тонкое мастерство и остроумный дизайн, рассказали эксперты. Хотя они пока не знают, для чего использовался этот сосуд. Ученые предполагают, что древние люди им дорожили очень. Рядом с этим артефактом были найдены также другие изделия из нефрита и бронзовые украшения, статуэтки и колокольчики. В соседней археологической яме были обнаружены бронзовые головы с золотыми масками, в том числе бронзовая скульптура с головой человека и телом змеи. К слову, общая коллекция предметов, найденных в Сан-Си-Дуэ, достигла почти 13 тысяч единиц. Скажу, что и наша рубрика «Стиль» тоже уникальна и по-настоящему цена. Столько полезных советов дают наши эксперты каждый день. Поэтому предлагаю просто посмотреть прямо сейчас выпуск. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я являюсь сертифицированным натуропатом. Наверное, вот это понятие натуропат многим новое. Я принесу это так, что человек является совершенным творением и все у нас заложено. И наш организм – это идеальная система самоисцеления. Основное – это создать условия для нашей такой идеальной созданной системы. И когда мы создаем условия, то самоисцеление будет происходить естественным методом. Конечно же, я не могу затронуть тему физкультуры. Мы все знаем, что это очень важно. Я тоже опять, информации об этом очень много. Хочу такой момент рассказать, для чего еще это важно. Помимо красоты тела, похудения, в нашем организме есть такая лимфатическая система, которая является так называемой канализацией. Она запускается, она выводит все токсины, грязные вещества из нашего организма. И она запускается только во время работы мышц. То есть, как на стол, что это необходимо, чтобы она очищалась. И обязательно хоть какую-то физическую нагрузку в течение дня себе позволяйте делать. Пусть это приносит вам радость. Это не обязательно какая-то очень утомительная. Это может быть прогулки на свежем воздухе. Кому-то нравится пробежка. Выберите из себя, что вам нравится. Обязательно заряжайтесь и очищайте свою лимфу с помощью физической нагрузки. Также мы знаем, что в настоящее время стресс, какой-то сидячий образ жизни и много других факторов приводят к тому, что в организме появляется много зажимов. Мы чувствуем, что здесь у нас болит, там болит. Это может быть мышечная спазма. Могут быть и фасциальные. Фасции – это такие, так скажем, ниточки, которые пронизывают все наше тело. Если где-то они спазмируются в внутренних органах, мышцах, то это сказывается на всем нашем организме. И даже сказывается на морщинах. То есть даже какой-то зажим у вас в пояснице может сказаться к тому, что у вас выглядит морщинка на лице. Я сейчас покажу вам легкие методы снятия мышечных спазмов, спазмов внутренних органов и фасциальных. Я думаю, всем известны аппликаторы ляпка. Это есть и поврики, есть такие ролики. Они даже есть для лица. Множество различных вариантов, которые очень хорошо помогают, во-первых, усиливать кровообращение в локальной зоне. Тем самым запускается метод регенерации клеток и, соответственно, облегчение какого-то спазма. Можно его использовать и для лица, для шеи, для любых частей тела. Очень работающий, проверенный метод. А еще один очень хороший способ. Можно использовать теннисные мячики любой жесткости по комфорту. Такими мячиками тоже можно локально снимать спазы. То есть вы можете прорабатывать данный мячик в любой части тела. Если у вас какие-то защищения, боли, например, в грудных мышцах, прокатывайте, оказывайте глубокое плавное давление. Также это можно делать по рукам, по ногам. Со спиной очень хорошо работает. Вы прикладываете к месту зажима, либо вы вдоль стены катаетесь на нем, либо можно лечь на пол и также прокатывать любую часть тела. Размеры мячиков могут быть абсолютно разные. То есть в зависимости на какую часть тела вы хотите использовать. То есть можно маленькие даже для лица использовать, снимать спазмы, удержать кровообращение. Это по мячикам. Сейчас я расскажу о том, как легко можно делать массаж лица, что способствует устранению морщи. Смотрите, вы утром умылись, вечером процедура можно в любое время проводить. Умылись. Лучше всего для лица использовать какое-то маслечко. На капле маслечка или крем делаем похлопывающее движение. Можно легкие, можно посильнее. То есть вы ощущаете свой болевой бород. Чем это улучшает? Улучшаете кровообращение и впитываемость крема, либо масла, которые вы наносите на лицо. После этого можно использовать так называемые скрипки гуаша. Их тоже сейчас множество различных видов продажи. Разница у них в толщине ребра. То есть если мы берем медный, он очень тоненький. Есть каменные, различные вы выбираете уже по вкусу. Они потолще. Если вы никогда не пользовались, лучше начинать с более толстеньких у них. То есть площадь действия будет меньше. Сейчас вы наглядно увидите работу гуаша по улучшению цвета лица, запуске и генерации клеток. Как это работает? То есть вот смотрите, я сейчас буду проводить такие движения. Обязательно, чтобы у вас было маслечко. Желаю вам всего доброго, радости, улыбок, счастья. Светитесь и будьте здоровы! Доброе утро! Мы продолжаем «Мудрено и трудно. Жить просто». Известная цитата великого классика, к счастью, принадлежащего и к нашей малой родине. Конечно же, речь идет об Иване Александровиче Гончарове. И, собственно говоря, конференции, которая посвящена 210-летию со дня его рождения. В гостях у нас по случаю такому Райхлина Евгения Львовна, ученый-секретарь Тульского музейного объединения, доктор педагогических наук, участница конференции. И Ирина Олеговна Маршалова, заведующая сектором научной работы Музея Гончарова, секретарь конференции. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть. Мало того, что вы гости студии нашей, у нас есть еще и гости города, гости области. Рады вас видеть. Ну вот, конференция стартовала. Давайте вот начнем, собственно говоря, с нее. Что за конференция? И она уже, надо сказать, далеко не первая, которая проводится в честь Гончарова в нашем регионе. Вот, может быть, Ирина Олеговна, вы пару слов, и дальше мы уже к нашей Евгении Львовне, к гости, перейдем. Конечно. Пожалуйста. 18 июня мы отметим 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова. И в преддверии этого события, и в этот день мы будем проводить седьмую международную научную гончаровскую конференцию. Стартовала она 15 июня с торжественного открытия, с пленарного заседания, на котором заслушаны были ряд докладов. В конференции сегодня принимают участие более 70 ученых из регионов России, а также из стран ближнего, дальнего зарубежья. Статус международный, да, в конференции? Да, статус всегда оправдывается. В этом году это Республика Беларусь, Республика Молдова, это Китай, Япония, Венгрия, Германия. География серьезная. География серьезная. И 20 регионов России. 20 регионов России – это тоже большой и хороший показатель. Конференция седьмая по счету. И если обратиться немножко к истории, что первая конференция на родине, на нашей, Гончаровская, состоялась в 1962 году. И состоялась по инициативе Петра Сергеевича Бейсова. Петр Сергеевич Бейсов – известный краевед, он был доцентом Ульянского пединститута, многие его знают. Он был биографом Гончарова, составителем монографий. Затем сотрудники музея возобновили традицию проведения гончаровских конференций уже в 1987 году. Тогда она была всероссийской. И вот с 1992 года конференция стала международной. И каждые пять лет, уже семь раз, конференция имеет такой статус. Евгения Львовна, как вам на родине Гончарова? Замечательно. С 2012 года я приезжаю на международные гончаровские чтения, на международную гончаровскую конференцию. И вы знаете, вот я отмечала вчера на открытии, когда с коллегами, которые приехали со мной в делегации, из Тульского музейного объединения, из Дома музея Вересаева, я в своем приветствии отметила ту необыкновенную теплоту коллектива музея Гончарова, Крывеческого музея, у которого в подчинении, литературного музея, с которой они встречают. И вот я уже третий раз на гончаровских чтениях, и я вот хочу отметить, что вот действительно появился некий такой коллектив, да, ученых, постоянных участников. И каждый раз примыкают все новые и новые лица. И это уже такая одна большая, скажем так, научная семья, где все чувствуют себя хорошо и уютно. И во многом это заслуга организаторов, встречающих коллектива, и за это большая благодарность. Ирина Олеговна, да? Спасибо. Хорошо. А вот скажите, чем современному человеку, ну пусть даже обывателю, читателю или мастеру, собственно говоря, который изучает биографию, творчество, классика, чем интересен Гончаров вот на сегодняшний момент? Вы знаете, я думаю, что Гончаров, как и любой классик, да, интересен своими произведениями. Но, конечно же, мы будем, мы говорим о знаменитых трех романах на О. И вы знаете, вот каждый раз, готовясь к приезду, общаясь с коллегами уже сейчас по межмузейным проектам, вот я каждый раз открываю для себя Гончарова по-новому. Ну, например, тот же самый роман Обломов. Ну, не секрет, что в советские годы говорили, да, вот лентяй, да, вот обломовщина, да, да, да. В негативном совершенно верно, да, что такое у нас обломовщина и так далее. А ведь на самом деле это человек с тонкой душевной организацией, как бы мы говорим. Созерцание, активность, да, да, да. Как можно вот в наше время сохранить это созерцание? Или противостояние Обломова и Штольца, да, пожалуйста, бизнес, да, Штольц. И Обломов, который не может себе найти место в этом мире, да, но вот хотел бы поднять с дивана. Или обыкновенная история. Вот сегодня и вчера я слушала доклады, очень много говорили вот об этом противостоянии, скажем так, отцов и детей. Как сделать так, чтобы тебя не перемолола вот эта вот машина сегодняшнего современного времени, когда человек, может быть, даже потеряет свое «я», а как его сохранить? Вот сегодня хорошая такая прозвучала фраза, да, как Александр Адуев, ну, здесь я уже в такие, может быть, вторгаюсь нюансы, но все равно, как не потерять своего романтизма, да, при тех реалиях, которые на тебя давят и так далее. Как сохранить этот дух? Как сделать так, чтобы тебя не перемолола вот эта вот опять современность? Как сохранить себя? Или если ты не можешь себя сохранить, ну, как ты осознаешь вот этот нюанс в этом мире? И мне кажется, вот тем самым произведение Гончарова современное. Тульский музей, как он поживает, и, насколько я знаю, вот от Ирины Олеговны, вот мы так чуть-чуть побеседовали до эфира, какое-то намечается сотрудничество, какая-то дружба намечается с музеем Гончарова. Приоскройте меня. Да, будьте любезны, нам очень интересно. Я представляю Тульское музейное объединение, которое включает в себя 15 филиалов музеев. Вот перед вами тут такие, да, флайеры. Ну, например, да, историко-мемориальный музей Деминдова. Или, например, представители Дома-музея Вересаева сегодня вот сопровождают меня и сейчас находятся на конференции, да. Музей обороны Тулы. Можно посмотреть? Музей обороны Тулы. Нет, это не то и шума, да. Вот. Он был открыт к 80-летию обороны Тулы, и вот он замечательный. Если будете на Тульской земле, я рекомендую побывать там. В общем-то, его проектировала та же фирма, которая проектировала на Поклонной горе музей. Вот. Ну, в общем-то, я уже сказала, да, что наших музеев достаточно много. И я, как ученый-секретарь нашего музейного объединения, инициирую достаточно много проектов, которые, так сказать, имеют поддержку в лице министра культуры Тульской области Татьяны Вячеславовны Рыбкины, в лице генерального директора нашего Тульского музейного объединения Романа Викторовича Гаврилина. И, собственно говоря, вот благодаря администрации нашего музейного объединения эта поездка, наша поездка на Гончаровские чтения стала возможной. Вот, пожалуйста, вот теперь вот это то, что можно посмотреть. Да, я инициировала в нашем музейном объединении вот ряд проектов, и вот по этому ряду проектов вышли сборники. Например, поколение Z в музее. Да, ну, как работать с этим поколением Z сегодня? У вас в руках, вот мы проводили такой круглый стол, посвященный графу Бобринскому, министру путей сообщения. Вот я и сказала, в рамках нашего, в структуре нашего музейного объединения, его вообще называют этот музей Тульский Петергоф, есть дворец-музей графа Бобринского. Вот, опять же, советую, рекомендую там всем побывать в Тульской области и так далее. И вот, собственно говоря, вот одно из ответвлений этого музея, это вот станция Жданка железнодорожная, на которой есть музей. И вот мы проводили ко дню рождения вот этого человека, да, вот этот круглый стол. Так, ну, сейчас у нас, да, год культурного наследия народов России. И вот в преддверии этого года мы проводили на базе Тульского военно-исторического музея конференцию «Круглый стол. Победа одна на всех», в котором участвовали представители диаспоры землячеств, которые есть в нашем регионе, да, и главная мысль этого круглого стола состояла в том, что победу приближали люди разных национальностей и так далее. И, например, тоже вот уже в год, который сейчас проходит, да, год культурного наследия, также был инициирован проект на базе Тульского музея изобразительного искусства, который тоже входит в состав нашего объединения. Был инициирован проект «Звуки и краски народов мира». Этот проект посетили дети из Центра временного размещения соотечественников. И, например, это занятие проходило в антураже музейного зала, где они могли погрузиться в атмосферу картин, кстати, художников, которые изображали Среднюю Азию и так далее, да, то есть вот с таким погружением. Вот, так что вот у нас богатая такая насыщенная жизнь. Ну вот я тоже могу добавить, немножко здесь вступить в диалог. У нас тоже, да, вот, собственно, вот о том самом диалоге. Евгения Львовна, она рассказала о Тульском музейном объединении, которое нас впечатляет просто обилием входящих туда филиалов, да, это удивительная цифра. И вот я скажу, что в этом году, да, мы очень плодотворно сотрудничали. Ну, мы провели с вами несколько встреч, они были онлайн, онлайн, но сегодня мы имеем возможность и очно общаться. Например, к Всемирному дню писателя мы встречались с вами на встрече от автора. И коллеги из Тулы принимали непосредственное участие в вот этой литературной встрече. Нельзя не сказать о том, что наш регион в этот раз богат на юбилеи симбирян, да, по рождению. И если мы говорим об Иване Александровиче Гончарове, нельзя не сказать о Дмитрии Васильевича Григоровиче, которому в этом году тоже исполнилось 200 лет. И учёный совет, посвящённый Григоровичу, да, наши коллеги также принимали участие. И непосредственное участие с докладом, с прекрасным выступлением, Евгения Львовна приняла во встрече, посвящённой 165-летию, с начала чтения романа «Обломов», первого публичного, который Гончаров, как известно, сделал во Франции, в Париже. И на этой встрече присутствовали знаменитые литераторы. Тургенев, Боткин, Фетт, Евгения Львовна вот может рассказать немножко об этом докладе и об «Обломове», которого очень любят и смотрят по-особому на него. Да, вот, Евгения Львовна, вот, кстати говоря, а у вас какой самый любимый роман Гончарова? Ну, есть «Обломов» как раз. «Обломов» в точку пришлось. Ну вот, посвятите, да. И как раз вот моё выступление вот на этой встрече онлайн, я просто не дошла до нашего такого сотрудничества, да, просто много говорила, да. Вот, как раз было посвящено воспитанию, патриотическому воспитанию учащихся на примере этого романа. Ну, я вообще должна сказать, что тема моих научных изысканий, вот вы меня представили как доктора педагогических наук, я занималась и защищала свою диссертацию по патриотическому воспитанию молодёжи. И вы понимаете, насколько сейчас эта тема актуальна. Она была актуальна всегда, а сейчас особенно. Вот, и я считаю, что, конечно же, наша великая русская литература, представителем которой является Иван Александрович Гончаров, как никто, как ничто другое, да, непосредственно призвано воспитывать вот эту любовь к родине, вот этот патриотизм, да, вот это умение относиться к России, да, вот именно на чувственном, на эмоциональном уровне. Ну, собственно говоря, вот об этом я говорила, и, как вы поняли, что я всё-таки ещё и педагог, и я начинала как педагог, как вузовский преподаватель. Вот, сейчас вот музейное объединение – это новый виток в моей карьере, в моей работе, я хочу сказать. И мне это очень помогает, потому что сейчас всё-таки, на мой взгляд, я вот полтора года в Тульском музейном объединении, а так, конечно, я в большей степени была действующим педагогом, но вот мне помогает вот то, что я начинала сначала как школьный учитель, потом как вузовский преподаватель. Сейчас я в музейном объединении, потому что, вот на мой взгляд, хотя музейная работа, да, строится, это прежде всего фонды и наука, да, но сейчас музейный посетитель, он таков, что мало показать, да, вот, картину, мало показать там какой-то, да, объект, представляющий историческую ценность, надо общаться, нужно проводить интерактив. Интерактив должен быть, собственно. Да, 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 да. Ну что ж, огромное спасибо за эту встречу, так здорово, что имя Гончарова живёт, не только на Симбирской земле, и актуально до сих пор, но и на земле российской, в том числе и на Тульской земле, собственно говоря, вот Евгения Львовна сегодня это продемонстрировала. Спасибо огромное за встречу, пусть творчество Гончарова живёт, и такие гости, как вы, и как вы, разумеется, у нас будут почаще. Спасибо огромное. Ну, поскольку я ищу... На десерт. На десерт. Дарю паратульский пряник. Спасибо огромное, Евгения Львовна. Спасибо огромное. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Райхлина Евгения Львовна, учёный-секретарь Тульского музейного объединения, доктор педагогических наук, участник конференции, и Ирина Олеговна Маршалова, заведующая сектором научной работы музея Гончарова, секретарь конференции. Это «Утро» с репортером. Движемся далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова